приветствую вас на канале диджаб друзья мы продолжаем говорить о профессиональных студийных микрофонов и сегодня у нас в гостях вот такой вот замечательный микрофон от компании союз это у нас союз малфа он же союз 023 бомблет ну его модификация сегодня мы подробно посмотрим на этот микрофон а также проведем его некоторые тесты протестируем его на дикторском голосе ну и также обязательно протестируем его на вокале и на вокале мы его сравним с некоторыми другими интересными микрофонами так что будет круто не переключайтесь и можете сразу поставить ролику лайк и подписаться на канал если вы еще на него не подписаны ну что ж а мы начнем и в начале буквально пара слов про поставку и комплектацию поставляется данный микрофон в деревянной коробке очень премиально это сразу же выглядит деревянная коробка здесь на достаточно крепких магнитах ну и вообще все указывает естественно на то что это устройство премиального класса в коробке это выглядит следующим образом так же как и с другими микрофонами союз у нас в комплекте обязательно идет конверт со всей необходимой документацией здесь у нас карточка компании союз общая для их микрофонов также сразу лист характеристики а чеха конкретно нашего экземпляра то есть не просто этой линейки микрофонов а именно нашего экземпляра также две фирменные наклеечки союз регистрационная карта устройства с серийным номером микрофона ну и еще один маленький конвертик с карточками сотрудников которые проверяли и тестировали конкретно наш экземпляр здесь у нас стоят автографы и дата тестирования в деревянном же футляре у нас расположился сам микрофон вот такой вот красавчик в черном матовом корпусе с хромированным верхом и низом довольно увесистый весит он 510 грамм ну и также жесткое крепление для подвеса данного микрофона и вот такой вот аттенюатор аттенюатор в данной модели микрофона представляет из себя внешний модуль который вкручивается между корпусом и капсулем микрофона данный аттенюатор на минус 20 децибел и необходимым для того чтобы писать какие-то сверх громкие инструменты например барабаны или очень громкую гитару но и в отличие от своего старшего собрата микрофона союз 023 бомблет в комплекте с микрофоном союз малфа также поставляется фирменный металлический паук он же антивибрационный подвес в черном цвете паук тоже достаточно крепкий и увесистый ну что ж я думаю более подробно об этом микрофоне мы поговорим когда уже закрепим его на стоечку ну что ж друзья вот мы перешли к самому интересному и теперь мы с вами послушаем как звучит микрофон союз малфа ну а пока несколько слов о данном микрофоне что это вообще за моделька такая интересная данный микрофон входит в серию микрофонов союз 023 это достаточно успешный микрофон популярный просто союз 023 бомблет и у них полностью одинаковый капсульную схема техника на самом деле тоже одинаковая у микрофонов союз малфа и у микрофона союз 023 бомблет что касается самого капсуля для разработки самого капсуля 023 бомблет за основу был взят легендарный капсуль от петербургской компании или петербургского завода ламо 19 а 21 так назывался капсуль который в свою очередь брал за основу капсуль легендарного микрофона экиджи с к 12 собственно сначала капсуль с к 12 был доработан заводом ломо петербургским объединением нашим и потом был взят за основу для создания вот этого капсуля союз и звучит он на самом деле прекрасно что же касается разницы между микрофонами союз малфа и микрофоном союз 023 бомблет то она заключается в особом натяжении капсуля то есть капсуль по-другому немного натянули чтобы немного изменить частотную характеристику звука все остальное здесь одинаковое то есть сам по себе капсуль тот же только по-другому установленный по-другому натянутый схема техника абсолютно идентична ну и есть разница во внешнем виде оригинальная модель союз 023 она полностью такая стальная из металла ну а союз малфа как вы видите основная часть корпуса у него черная матовая и хромированная нижняя и верхняя части и как по мне это выглядит максимально стильно что же касается разницы звучания в двух данных моделях то к сожалению у меня нет модели 023 чтобы сравнить непосредственно их лоб в лоб но опираясь на различные тесты а я пересмотрел кучу тестов то разница на самом деле они очень значительно по заверениям самой компании союз они сделали более чистую часть именно нижней середины и сделали сам по себе звук более кристальным более чистым более прозрачным но и также модель малфа поставляется со своим черным антивибрационным держателем что круто ну и есть некоторая разница в стоимости поскольку модель модель союз малфа стоит 86 тысяч девятьсот девяносто рублей просто союз 023 стоит в районе 74 тысяч если не ошибаюсь теперь давайте немного о характеристиках диапазон частот у данного микрофона от 30 герц до 18 килогерц мембрана у него 33 миллиметра с золотым напылением чувствительность данного микрофона 25 милливольт на паскаль импенданс 190 ом ну и уровень собственного шума 18 децибел и максимальное давление которое выдерживает данный микрофон составляет 140 децибел это действительно очень много ну и весит данная малышка сама по себе без паука 510 грамм ну что ж друзья я думаю вы уже достаточно устали слушать мой голос просто так поэтому давайте проведем дикторский тест более-менее подготовленных условиях после чего мы послушаем как на данном микрофоне звучит вокал поехали ну а теперь друзья мы проведем дикторский тест на микрофон союз малфа в более-менее удобоваримых условиях у меня здесь установлен микрофон в своем фирменном антивибрационном держателе также перед ним поставлен обычный двухслойный нейлоновый поп-фильтр ну и также за микрофоном установлен акустический щит чтобы улавливать какую-то часть лишних шумов и отражений ну и также передо мной стена с поролоновыми конструкциями для той же самой цели и сзади два слоя плотных штор поэтому для дикторского голоса условия более-менее плюс-минус подходящие итак говорим непосредственно в микрофон билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем сейчас мой голос звучит без какой-либо обработки в принципе как и на протяжении всего ролика все тесты я пишу начистую без обработки без какого-либо шумоподавления компрессии и так далее мы ждали лет пока наконец настанет выкидывали все ненужные свои памяти пока не свалите хламу со своих плеч вам никогда не будет с этой тяжестью легче и заставляли меняться кого-то чтобы на фото в итоге оставить чтобы забыть чтобы не вспомнить и не звонить и не жить с этой болью мы лишь уходим с пути людей тех кто казалось был частью нас и пеплом летаем не находя места себе 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 мы лишь уходим с пути людей тех кто казалось был частью нас и пустоту не можем заполнить ничем 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 мы ждали лет пока наконец настанет выкидывали все ненужные свои памяти пока не свалите хламу со своих плеч вам никогда не будет с этой тяжестью легче и заставляли меняться кого-то чтобы на фото в итоге оставить чтобы забыть чтобы не вспомнить и не звонить и не мы лишь уходим с пути людей тех кто казалось был частью нас и пустоту не можем заполнить ничем 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 что же я услышал во время тестов и во время работы с данным микрофоном и да с данным микрофоном я успел не только ознакомиться в рамках подготовки к этому ролику и различному тестированию но и поработать в рамках коммерческой диктации записи данный микрофон выдает очень чистый детальный звук на женском вокале это просто песня что касается мужского голоса мне лично мне не хватает немножечко места и данный микрофон сам по себе очень чувствителен к задуванию но вообще на самом деле любой конденсаторный микрофон я рекомендую настоятельно использовать исключительно с поп фильтрами потому что если пользоваться без них я сейчас стараюсь не выдавать взрывных согласных типа п и б однако если я не буду аккуратничать то я очень легко буду задувать данный микрофон и даже ну вы сами сейчас слышите то есть и насколько легко он задувается и даже специально не бэками не пэкаю и особо не дышу поэтому чтобы избежать проблем лучше воспользоваться самым обычным стандартным поп фильтром вот это например нейлоновый поп фильтр и теперь я уже могу перестать сильно аккуратничать и спокойно говорить давайте на примере нашей любимой скороговорки билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft жесть я даже не стал договаривать чтобы не насиловать ваши уши те кто профессионально занимаются звукозаписью те у кого и собственные студии или кто регулярно пишется на студиях наверняка не раз наблюдали подобный микрофон в студиях звукозаписи профессиональных больших и не просто так он действительно довольно универсальный и он выдает очень качественный звук при очень низком уровне собственного шума ну и вы обязательно в комментариях напишите напоминаю очередной раз что вы услышали в данном ролике и кстати все оригиналы тестов я приложу в оригинальных вавках без сжатия так что сможете сами послушать ну и обязательно напишите обзор на какие микрофоны вы хотели бы еще увидеть на канале и интересна ли вам тема профессионального аудио оборудования если такие ролики будут набирать большие просмотры и собирать много лайков то их на канале станет больше ну что ж друзья вот такой вот получился обзор я надеюсь он вам понравился обязательно напишите в комментариях на что пишетесь вы и как вам звук данного микрофона ну и отдельная благодарность за тесты в студии студии amplitude records ссылочка на нее будет в описании под этим роликом ну и также отдельная благодарность прекрасной певицы curly brown ссылка на ее страницы и соцсети также будет в описании этого видео вот такой получился у нас ролик ставьте лайк если он вам понравился обязательно подпишитесь на канал и жмякните колокольчик чтобы не пропускать новые интересные видео ну а на этом у меня все до новых встреч до встречи